В 100 граммах гречки содержится 258 миллиграмм магния. Что ты мне рассказываешь, ну ты брехня вообще. Полная. Она ходила в туалет раз в три или в четыре дня. Чудно покакать с утра, это очень важно, кстати. Да, конечно. Люди не насоснивают это. Конечно, интоксикация иначе сразу. Только лишь одно употребление магния может устранить эту проблему. Всем привет, с вами Ксения Черная и вы смотрите канал про здоровье. И сегодня у нашего бренда молодые радостное событие. Во-первых, у нас начали выходить моновитамины. Вы знаете, что у нас есть витамин С, что у нас вышел липосомальный витамин Д. И вот сегодня вышел прекраснейший микроэлемент. Это магний. Все ссылки на магний на различных маркетплейсах, на ВАГБДС и на ОЗОН будут находиться в описании к этому видео. Поэтому переходите, вы всегда сможете сразу же попасть там, где они есть. И по этому случаю мы решили обновить знания про магний. Вы уже, возможно, слышали, что существуют разные формы магния. Для чего они нужны, почему мы начали с выпуска именно цитрата магния. У нас будут различные формы, но именно первенец это цитрат магния. И мы с вами повторим, для чего нужен магний, какие симптомы говорят о том, что у вас может быть дефицит магния. А также мы уделим особое внимание, какая форма магния нужна именно вам и как вы должны ее выбирать. Итак, начнем с того, что магний является важнейшим микроэлементом, который отвечает за выполнение более чем 700 биохимических реакций в нашем организме. И вам может показаться, что магний это просто один из рядовых каких-то микроэлементов. Это даже не какой-то огромный витамин, как, например, витамин D. И что как будто бы вам он не нужен и вы не должны его принимать. Но, если у вас есть хроническая усталость, вам очень тяжело засыпать, а также тяжело просыпаться. У вас есть склонность к депрессии, к паническим атакам. У вас есть рефлюкс эзофагит. Возможно, если вы девушка, у вас есть предминструальный синдром и вы испытываете боли во время менструации. Возможно, у вас есть фазмирование мышц. Либо когда вы занимаетесь спортом или вообще в принципе вы ложитесь спать вечером и чувствуете, как у вас начинает сводить мышцы. Сюда же относятся головные боли и постоянная слабость, которую вы можете испытывать. Возможно, также у вас есть очень плохое настроение. И вам может сейчас показаться, что ну давайте мы начнем с еды. А на самом деле лекции по магнию и как устранять дефицит с помощью еды мы уже разбирали. Но что важно сказать. Даже если вы идеально разбираетесь в рационе и понимаете, какие продукты вам нужно есть, чтобы устранить дефицит магния. К сожалению, у современного человека это сделать не получится. Для всех подписчиков нашего канала я подготовила специальный подарок. Мы с командой составили список из пяти анализов, которые позволят вам узнать о том, что у вас есть анемия и что с ней нужно делать. Для того, чтобы получить этот подарок, нужно перейти по ссылке в описании к этому видео и вы получите его на почту в ту же секунду и совершенно бесплатно. Это связано с тем, что современный человек, учитывая уровень стресса, уровень нагрузки, информационного шума, информационного потока, с которым мы сейчас справляемся, тратит в среднем 800 мг магния в сутки. Это усредненное значение. Но, к сожалению, даже если вы идеально спланируете свой рацион, такой объем магния с помощью еды и продуктов питания получить не получится. Поэтому огромное количество людей, да практически, наверное, 99,9% уходят в дефицитное состояние по магнию. И вам кажется, что те симптомы, которые мы перечислили, и вы их испытываете, скорее всего, связаны просто, что есть какой-то внешний стресс, вы просто устали, у вас просто работа. Но на самом деле вы почувствуете разницу, когда вы устраните дефицит магния. И тут важно сказать, почему мы начали именно с цитрата магния. Так как в практике я вижу, какие формы работают и какая форма нужна большинству людей. Так вот, форма цитрата магния необходима тем, у кого есть проблемы с желчоотоком. И это еще одна большая причина и очень большой симптом к тому, что вы должны принимать магний обязательно. Так вот, если у вас есть проблемы с желчоотоком, у вас густая желчь, либо у вас застой желчи, что проявляется чаще всего в запорах, то вы обязаны принимать магний. И в принципе, только лишь одно употребление магния может устранить эту проблему. Здесь дозировка в идеале должна подбираться индивидуально. Средняя профилактическая дозировка магния это 10 мг на 1 кг веса. Это значит, что если мой вес 55 кг, значит моя минимальная дозировка магния составляет 550 мг в сутки. Но, если у вас есть те симптомы, которые мы перечислили, бессонница, плохое настроение, запоры, боли в правом подреберье, то вы должны эту дозировку постепенно увеличивать. И вы должны найти свою собственную дозировку. Расскажу на примере своей давней клиентки. У нее были запоры, она ходила в туалет раз в 3 или в 4 дня. Это, конечно же, недопустимо. Так вот, мы начали прием магния и начали его с 600 мг и постепенно увеличивали эту дозировку. Потом она начала принимать 800 мг, 1000 мг, 1200. И как только она начала принимать дозировку 1400 мг в сутки, у нее стал ежедневный стул. Конечно, мы здесь восстанавливали питьевой режим, мы контролировали еду и все продукты, которые отвечают за желчаток. Но именно эта дозировка магния, потому что был очень большой дефицит, повлиял на устранение запоров. А когда вы устраняете очень большие дефициты, тогда вы начинаете откатывать назад и приходите к своей средней профилактической дозировке магния. Чудно покакать с утра, это очень важно, кстати. Да, конечно. Люди не насоснивают это. Конечно, интоксикация иначе сразу. Ксюша, у меня вопрос. Магнием же невозможно передознуться. Можешь сразу с 2000 начинать? Слушай, передознуться невозможно, но в случае с цитратом магния у тебя может быть диарея, наоборот. То есть, если у тебя нет запоров, нет проблем с желчатоком, и ты сразу начал с какой-то очень большой дозировки магния, то именно цитрат магния, так как он расслабляет мышечную мускулатуру, он провоцирует очень хороший желчаток, то он может вызвать послабление стула. Поэтому мы как раз-таки не начинаем никогда с очень высоких дозировок, а увеличиваем их постепенно, потому что вот именно цитратная форма обладает таким эффектом. Что еще важно сказать про цитрат магния? Именно цитрат магния, именно эта форма обладает обезболивающим эффектом. Если у вас есть головные боли, или резко случилась мигрень, или у вас есть боли во время менструации, то именно форма цитрата магния в дозировке в среднем 800 мг может устранить болевые ощущения. Вот опять же, именно по этой причине, так как у очень большого количества людей есть проблемы с желчатоком, есть спазмирование мышц, очень многие страдают от различных болей, будь то головные или менструальные боли, именно поэтому это та форма, с которой мы начали производство магния. Ксюша, а я вот пью хилат магния, мне вообще сильно помогает и заснуть, и настроение хорошее держать. Почему не хилат сделали? Ну, во-первых, цитрат магния это и есть хилат по своей сути, то есть хилат это на самом деле общее название. Что такое хилат? Хилат это соединение магния с различными аминокислотами. К ним относятся и малат магния, и таурат магния, и глицинат, безглицинат магния. И именно слово хилат не обозначает какую-то одну специальную форму магния. Это общее название всех хилатных форм. И в принципе можно прямо уточнить, а что конкретно это за хилатные формы магния. Как раз вот, например, оксид магния, который там самый дешевый магний, можно встретить в аптеках, он не является хилатной формой магния. И усвоение этого магния происходит достаточно сложно, и плюс можно даже навредить каким-то образом, допустим, желудочно-кишечному тракту формой оксида. А в шоколадке какая форма магния? А просто рогатические хилатные формы, это именно формы, которые в нутрицептиках, которые созданы при соединении в лабораторных условиях магния с какой-то аминокислотой. Почему тогда аскорбиновая кислота синтетическая плохо, а синтетический магний это хорошо? Аскорбиновая кислота синтетическая это неплохо, это самая плохая форма и плохо усвояемая витамина С. Есть максимально и более лучшие, например, аскорбат натрия или липосомальная форма витамина С. Так же, как и в случае с магнием, так же, как и в случае с железом, есть органические формы и максимально усвояемые, а есть неорганические формы, которые, например, я думаю, что многие знают, принимая оксид железа, у них есть боли в желудке. Это как раз связано с тем, что это неорганическая форма, поэтому хотелось бы нам всем принимать микроэлементы только из продуктов питания, но в современном мире, учитывая, что сами продукты обладают авитаминозом, к сожалению, даже по лабораторным исследованиям у нас овощи и фрукты обладают авитаминозом, то мы не можем сбалансировать таким образом свой рацион на 100%. В принципе, я из нутрицептиков принимаю только два нутрицептика, три. Это витамин D, это магний и это йод, потому что я живу в йододефицитном регионе. Все остальные микроэлементы я могу, умею и получаю из своего сбалансированного рациона, но если у вас есть уже глубокие дефициты, либо у вас есть повышенный уровень стресса, очень большая нагрузка, психологическая нагрузка, то, к сожалению, только лишь едой, как бы нам этого не хотелось, мы справиться не можем. Но мы должны к этому стремиться. В 100 граммах гречки содержится 258 миллиграмм магния. Что ты мне рассказываешь, ну ты брехня вообще. Полная. 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 Итак, и теперь мы подойдем к тому, какая форма магния нужна. Ну, начнем, еще раз проговорим с цитрата, если это такая самая достаточно популярная форма магния, которая подходит огромному количеству людей, если у вас есть мышечное напряжение, головные боли, проблемы с желчьотоком и, естественно, особенно есть проблемы с запорами. Это ваша форма. Я думаю, что очень многие из вас видели, когда магний соединен с витамином В6, и, в принципе, мы стремимся тоже к созданию этой формы. Но что здесь важно? Там слишком маленькая дозировка витамина В6. И почему этот процесс происходит гораздо дольше, чем выпуск просто магния? Потому что согласование этих форм и дозировок происходит очень-очень долго. И получение лицензии. Потому что дозировка витамина В6 должна быть достаточно высокая. То, что я вижу сейчас от рецептиков, витамин В6, там используется, по сути, только для названия. Так как В6 подбирается исходя из веса человека, килограммов. И то, что я вижу, это очень мало. Это настолько незначительное содержание витамина В6, что, по сути, никакого существенного эффекта этот витамин оказать не может. Поэтому, если витамин В6 и должен быть, то он должен быть в достаточно высокой дозировке. Когда лучше присоединять витамин В6? Если вы выбираете форму глицината магния. Глицинат или безглицинат магния. Именно эта форма в сочетании с витамином В6 оказывает очень хорошее действие на работу нашей нервной системы. У вас умственное перенапряжение. Вы очень сильно нервничаете, переживаете, стрессуете. То вот как раз глицинат магния в соединении с витамином. Я бы даже сказала не с витамином В6, а со всем комплексом витаминов группы В. Мы об этом говорили. На нервную систему влияет и фолиевая кислота, и витамин В12. То их лучше сочетать вместе с собой. Есть менее известные формы магния. Например, одна из таких достаточно новых форм. Это форма трианата магния. Ее достаточно сложно достать. Но вот именно в случае сильной бессонницы, когда бессонница связана с очень высоким уровнем кортизола, с паническими атаками. Вот форма трианата магния подходит очень хорошо. На территории нашей страны, к сожалению, трианат магния сейчас не производится. Мы к этому стремимся, но такой формы практически не существует. Есть еще таурат магния. Это смесь магния с таурином. И как раз эта форма может подходить людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, с повышенным артериальным давлением. Поэтому эту форму тоже можно подбирать. Но это такие уже более узкие формы. И в идеале нужно собирать достаточно большой такой анамнез. Какая форма вам нужна? Но вот именно форма цитрата – это такая максимально подходящая форма для большинства людей. Мое осознанное знакомство с нутрицептиками… То есть ты мне выписал огромный список. Я их пропил один раз и забыл потом, Керна, и забыл. А потом реально, когда начались какие-то проблемы с бессонницей, еще с чем-то, еще с чем-то. Я отмотал твои видосы там «О, магний!» Купил какой-то магний – херня. Купил другой – получилось. Вот. И я к чему все это говорю? То, что именно осознанное улучшение качества моей жизни произошло с магнией. Я впервые увидел, что реально он в рецептике имеет эффект, когда я спать начал благодаря магнию. И очень многие люди живут с этими симптомами. Мы вообще не понимаем, что головные боли – это не норма. Боли в правом потребении – это не норма. Страдать во время менструального цикла – это совершенно не норма. И вы можете очень легкими действиями от этого избавиться. И на самом деле, если вы видите такую симптоматику у ваших мам, у ваших бабушек, и вы очень простыми способами можете им помочь. Если они не совсем понимают, зачем. Кто-то, допустим, просто покупает и говорит, «Слушай, мам, я вижу, что ты плохо спишь, ты можешь попить, допустим, магний для начала». Но в идеале мы с вами здесь собираемся для того, чтобы повышать вашу осознанность, ваше отношение к своему здоровью. Через вас я дотягиваюсь до ваших близких, родных, до ваших мам и до ваших бабушек. Поэтому для того, чтобы мы могли им помочь, вы можете позвать их на наш большой бесплатный вебинар «Лаборатория здоровья», где они узнают, что все эти симптомы не норма. Чтобы узнать, почему так происходит, мы должны сдать хотя бы базовый чекап организма и увидеть отклонения, которые там есть. И уже многие взрослые люди, например, им гораздо проще изменить свой образ жизни, изменить питание через прием каких-то таких быстрых, простых нутрицептиков, когда они видят моментальные улучшения и понимают, что вот такие легкие действия действительно могут изменить их качество жизни. Но для этого мы должны понимать причинно-следственные связи, что мы едим, как это проявляется, как это мы можем посмотреть на наших анализах. И все мы это, конечно, разбираем на нашем большом бесплатном вебинаре «Лаборатория здоровья». Ссылка находится в описании к этому видео. Обязательно присоединяйтесь, зовите туда всех своих родных и близких, особенно более старшего поколения. Вы всегда спрашиваете «Ксения, как мне объяснить маме?». Возможно, вам не нужно объяснять, потому что вы им близкий человек, и вас они не услышат. Но, возможно, я смогу до них достучаться, и тогда вам будет проще повлиять на их прекрасное самочувствие. И в завершении к этому видео я хочу сказать, что мы производим рецептики, которые подходят не только взрослым, на самом деле, но и детям. Поэтому чаще всего мы стараемся делать дозировку в одной капсуле, такую, которая подходит и деткам. А взрослым нужно просто увеличивать эту дозировку. Также хочу сказать, что деткам очень хорошо подходят два способа устранения дефицита магния. Первое – это прием магниевых ванн. Когда вы делаете себе ванну с магниевой солью, и магний может проникать трансдермально, и ребенку этот способ очень хорошо подойдет. Также существует магниевое масло. Когда вы пшикаете маслом, и можно мазать вот здесь в районе шеи и плеч, можно мазать ладошки ребенку, ступни. Это два прекрасных способа, которые подходят деткам. Очень многие считают, что магниевые ванны могут помочь взрослым, но взрослому нужна более высокая дозировка, поэтому обратите внимание, пожалуйста, на видео про магниевые ванны. Я там подробно рассказываю, как эти дозировки подбирать. Но если у вас уже есть очень большая симптоматика дефицита магния, то ванны не всегда вам смогут помочь. Спасибо огромное, что смотрели это видео до конца. Я очень счастлива представить вам наши такие мононовинки. Я благодарю вас за доверие ко мне как антрецеологу, и то, что вы действительно прекрасно пользуетесь антрецептиками нашего бренда. С вами была Ксения Черная. Вы смотрели канал про здоровье. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выход нового видео.